Фестиваль магии в нашем городе был давней мечтой клоуна Алекса. Организовывая его, он пригласил своих друзей, с которыми когда-то учился или работал на цирковом поприще. И вот первый фестиваль иллюзии развернул свою площадку в Центральном парке. Мы понимаем, что этот жанр должен уходить, так сказать, в народ. Ну, почему-то поют все. Пускай и фокусы тоже показывают. Но не все хотя бы, но хотя бы и понимают, как делается самый элементарный фокус. Понимаете? В рамках фестиваля был организован конкурс. Участников оценивали как зрители, которые могли отдать свой голос за полюбившегося конкурсанта, так и компетентное жюри. Вторые давали более строгую оценку. Фокусник должен быть пластичным, иметь четкую поставленную речь. Но самое главное, зрители должны быть уверены – он волшебник. Человек должен влюбиться в этот жанр. Просто влюбиться. Стать фанатом в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, чтобы хорошо показывать фокусы, чтобы хорошо манипулировать, нужно очень много времени отдавать. Самой юной участнице фестиваля Анастасии Майлян всего 12 лет. Впервые приняв участие в таком мероприятии, юная фокусница заняла призовое место, покорив своими чудесами зрителей. Своей любовью к этому жанру она обязана отцу. Мне очень приятно, что меня папа научил этому, мне очень нравится. Но я бы хотела продолжить так дальше. Самым, пожалуй, ярким было выступление Ильи Словачевского. Образ безумного шляпника еще больше наполнил его фокусы волшебством. И неудивительно, что именно это выступление понравилось большинству зрителей и высоко было оценено жюри. Илья стал победителем конкурса иллюзионистов. Я стараюсь не быть именно как Джонни Депп в этом образе, а быть именно собой, но в то же время своим безумным шляпником. И вот сейчас все, что вы видите на данный момент на мне, одетом, это все сделано своими руками. Целый день фокусники радовали зрителей своими интересными номерами. А люди с замиранием сердца смотрели на то, как одна бутылка превращается в шесть или как из пустого ведра появляется живая морская свинка. Я первый раз на таком фестивале. Впечатления замечательные. Артисты все тоже прекрасные. Я считаю, прекрасный праздник для детей. На самом деле я не первый раз на таком мероприятии. Мне очень понравилось. Я тоже фокусница, но сегодня я не участвовала. Сегодня я вот хотела посмотреть на коллег. Очень радует, что так много детей, много родителей привели своих детей на праздник. И это здорово, что иллюзионный жанр развивается, и дети удивляются, и взрослые удивляются. И хочется, чтобы как можно больше было таких фестивалей. Уличное искусство обязательно будет развиваться. Убежденный клоун Алекс и его друзья, обещая приложить все усилия, чтобы фестиваль «Видный маг» продолжил свое существование, привлекая все больше участников. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.